Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. С огромным удовольствием расскажу вам о смартфоне от Meizu Metal. Meizu Metal – смартфон для китайского рынка, есть свои особенности, есть свои нюансы, подробно расскажу в этом обзоре. Начнем мы с внешнего вида, с коробки, с комплектации. Смартфон ко мне приехал с китайского магазина everbuying.net, на данный момент он стоит 180 долларов, грубо говоря, с бесплатной доставкой. Ссылка на этот смартфон, на эту страничку под этим видео. Сам смартфон, коробка выглядит таким образом. Еще раз скажу, смартфон реально для китайского рынка, на русском языке нет даже по нему ничего нет. То есть, он даже в китайском магазине meizu.com, по крайней мере, его там нет, как ни странно, он есть только в магазине. Смартфон запечатан, нужно вот такую пленку реально открыть, и мы видим здесь внутри маленькие инструкции, ключик для открытого лоточка с сим-картами, зарядное устройство для китайского рынка и кабель здесь USB, microUSB еще пока на данный момент. Все. Ну, для смартфона за эти деньги это вполне простительно, ребят, ничего необычного здесь нет, здесь есть просто хороший смартфон. Я сосредоточусь на рассказах, можно сказать, некого опыта использования, потому что с этим смартфоном я походил, попользовался, здесь стояла моя сим-карта. Внешний вид. Конечно, многим интересно, металл ли это или не металл. Называется металл, сразу думаем, что он должен быть металлическим. Не совсем так. Металл, где-то вот видите, вот эта вот грань вот здесь вот заканчивается, вот это вот качественный, приятный, ну выглядит металл, и это действительно металл. То есть, окантовка корпуса вот эта вот металлическая. Все, что дальше, вот берем, грубо говоря, там 2-3 миллиметра металл, дальше идет качественный, приятный пластик. Пластик настолько приятный, что в руках смартфоном пользоваться удобно, но я не скажу, что он какой-то прям супер выдающийся, но он действительно приятный. И смартфон не скользкий, смартфоном приятно пользоваться, и вообще смартфон лежит в руке как в литой. Насколько может такой большой смартфон-телефон с 5,5-дюймовым экраном? Делал, наверное, привычки, просто я пользуюсь LG G4, и мне привычно уже в моей руке в большой такие смартфоны лежат хорошо. Сейчас тестирую Xiaomi Mi 4i, он 5 дюймов, он мне кажется маленьким каким-то, ребят, вот дело привычки, вот 5,5 дюймов уже кажется уже нормальным экраном, дожили, как говорится. Что у нас еще по внешнему виду? Кнопки металлические, физическая кнопка, ее нужно нажимать, как на Samsung, например, или на Apple, то есть для того, чтобы выйти из любого приложения. Нажатие на эту кнопку возвращает нас назад, то есть андроидовская кнопка назад просто. Двойное нажатие или длительное нажатие запускает китайский, то ли поисковик, то ли помощник, я по-китайски не разговариваю, не могу его оценить. И если мы делаем свайп вот так вот сверху, снизу вверх, то мы открываем список последних приложений. Выглядит все очень красиво, и могу сказать сразу, вы должны это знать без меня, но те, кто разбирается, еще раз объясняю. Смартфон только для китайского рынка. Смартфон, в смартфоне не установлен русский язык, однако это не помешало разработчикам почему-то поставить сюда несколько языков, в том числе, например, кроме китайского и английского еще и французский, немецкий, португальский, испанский, но про русский забыли. Оставим это на их совести. На самом деле можно поставить русский язык, и я этого просто не стал делать для того, чтобы подчеркнуть особенности этого телефона. Это не для российского рынка телефон. Кроме того, ко всему прочему, вы должны знать, но если не знаете, объясняю, здесь не Android. Точнее скажу сразу, сервисы Google есть, и они работают без проблем, ну почти без проблем. То есть некоторые приложения, например, музыку, нужно доставать вручную. Фильмы, например, MX Player здесь не видят. С другой стороны, ставится все так же точно, как на Android, Gmail и Google сервисы. Все, все тесты, никакой кривизны здесь нет, единственное, немножечко небольшое отличие все-таки присутствует. Либо это особенность оболочки Flame. Я давно просто не тестировал Meizu. Итак, оболочка здесь, которая называется официальной YAN OS. Разработана она либо компанией Alibaba, Aliexpress. Поверх нее стоит Flame OS 5.1, но все это на базе Android 5.1. Если мы посмотрим спецификации к смартфону, то мы увидим все эти данные. Вот она, YAN OS 3.1.6 и Flame оболочка 5.1.3. Не столь это важно, на самом деле. Самое главное, что вы через магазин ставите Google инсталлер сначала, потом ставите Play Market, и все это совершенно без проблем ставится и работает. Еще раз скажу. Игры, все-все-все. То есть у вас полноценный получается Google Market. И в нем можете все скачать, что нужно. Никаких проблем тут нет. Ладно, интернет я на всякий случай отключу, чтобы какие-то письма не пришли во время обзора, чтобы не помешали обзору. Что у нас далее? По процессору тут можно прям с огромным удовольствием все это рассказывать. Прям реально все очень-очень-очень здорово. Если мы посмотрим скриншоты, так скриншоты смотрим, то у нас что получается. Во-первых, процессор здесь MediaTek Helio X10M. 8 ядер до 2 ГГц тактовая частота, 2 ГГц. Это очень достойно, ребят. И результаты флагманские. 57 либо 56, в зависимости от того, какая производительность процессора, либо баланс, либо производительный. Есть еще режим энергосбережения, но я его ни разу не включал. Батарейка тут, кстати, нормальная, забегая вперед скажу. То есть режим включен либо сбалансированный, либо высокая производительность. Разницы по тестам, по крайней мере, нет. Это флагманский показатель, ребят. Это реально флагманский показатель. Игры тянет без проблем. Что касается теста, который называется Geekbench 3, то 846 очков и 3600 мульти. То есть, смотрите, тоже результаты вполне себе достойные. Видеопроцессор тут PowerVR G6200 и 2 ГБ оперативной памяти. Памяти встроенные 16 ГБ, свободно, правда, маловато. Всего 9,5 ГБ было в моем экземпляре. Есть поддержка карт памяти до 128 ГБ, microSD, разумеется. Единственное, лоточек совмещенный. Здесь две nano-SIM-карты и второй лоток под nano-SIM-карты совмещен с лотком под карту памяти microSD. То есть, вы либо ставите две SIM-карты, либо ставите одну SIM-карту, а второй слот занимаете под карту памяти microSD. Такой вот тренд нехороший последнего времени. Уж только лениво это не обсуждал. Уж ладно. Ну, неудобно на самом деле. Экран. 5,5 дюймов экран. Разрешение экрана 1920 на 1080, 401 пиксель на дюйм. Экран – это сильная сторона этого устройства. Экран очень сочный, очень контрастный, очень приятный. Ко всему прочему, все иконки, получается, еще раз не буду повторять, что это не Android, ну, считайте это Android, как будто я разницы, говорю, практически не почувствовал. Иконки очень красивые. Мне кажется, даже они выглядят лучше, чем в стандартном Android. Все как-то вот приятно очень. Смотрите, там список вызовов, WhatsApp, галерея, все какое-то другое и немножко, мне кажется, лучше, чем в самом Android. Хочешь, Android настолько эталонный стал. И пятый отличный, был шестой, очень красиво все прорисовано. Но здесь дело в косо, конечно, но мне очень нравится. Шторка, смотрите, опять же, андроидовская. В принципе, разницы никакой нет. В общем-то, смотрите, шторка и шторка, как в Android все. Настройки. По характеристикам закончу и более подробно о операционке расскажу. По характеристикам практически все. Осталось рассказать про камеры, про сети и про батарейки. Камеры здесь две, 13 мегапикселей, качество записи максимум Full HD, есть, конечно, вспышка, 5 мегапикселей камера фронтальная. Хвалиться тут этому аппарату, к сожалению, нечем. Увы. Хотелось бы еще, чтобы DC-камеры были отличные, но, к сожалению, к сожалению, к сожалению, камеры не самого лучшего качества. Да, наверное, это можно простить телефону, который стоит менее 200 долларов, но как-то на фоне всего остального, такого классного, мне действительно все очень понравилось. Хотелось бы еще, чтобы камеры были хорошие. Короче, чтобы не разводить воду, посмотрите сами. Я как пытался выжать максимально хорошие фотографии, как я только, не делал, ребята, как я только не настраивал. И ручной режим есть такой упрощенный, но все-таки и автоматика. Ну, можно более-менее неплохие снимки получить, но в целом, увы, не зачет. Ни этой камере, ни этой. Может быть, прошивка выйдет и что-то исправит. Сети. Тут аккуратнее, ребят, потому что 4G не поддерживается некоторыми операторами. Это нормальный аппарат для китайского рынка. Конечно, сети GSM, 3G, 4G. Но в Москве Beeline отказался работать с этим телефоном, 4G не поймал ни разу. Зато МТС стал работать без проблем. По остальным операторам не знаю, просто протестировал эти два. Будьте внимательны, имейте это в виду. FM радиоприемника здесь нет. Вот такая штука есть, называется FM, но я как не рылся, тут все на китайском, я так и не смог запустить оффлайн-радио. Говорю честно, как я не пытался, здесь, похоже, потоковое радио какое-то через интернет идет. Обычный FM не нашел вообще просто. Притом, говорю, даже на сайте нет Meizu, только на китайском иероглифы непереводимые вообще жили. Ну, китайский телефон, что тут сказать для китайского рынка, поэтому не будем придираться. Конечно же, есть GPS, ссоря по всему, вроде как, даже ГЛОАС и Бейдву-то точно присутствуют. Но вот время поиска спутников не самое выдающееся. Смотрите, получилось у меня где-то за 6 минут поймать 13 спутников увидел, 8 спутников взял в работу. В принципе, результат нормальный, придираться тоже не буду, учитывая стоимость телефона. Все очень неплохо. Вес смартфона 162 грамма и для такой диагонали, для такой батарейки это хорошо. Что же у нас с батарейкой? Батарейка, здесь аккумулятор емкостью 3140 мА. На самом деле, мне понравилась работа телефона. Во-первых, воспроизведение видео на максимальной яркости целых 7 часов 45 минут. Это даже выше среднего показателя, учитывая 5,5 дюймов экран и технологию экрана IPS. Хороший показатель. Что касается живого воспроизведения, если мы зайдем в батарейку, в аккумулятор, соответственно, и если посмотрим, какие там настройки, потому что настройок там 3. Я тестировал все это и живой режим работы. У меня совершенно точно даже при нагрузках, музыке, игре, интернет до вечера точно доживало и оставалось еще там процентов 20-30 при активном использовании. Так бы я сказал, где-то сутки, полутора суток при среднем использовании. В принципе, нормально. Даже я немножко удивился, потому что батарейка не такая и большая. То есть батарейка бывает и 4000, бывает и больше. Баланс. Если мы поставим максимальную производительность, вот тут батарейка будет улетать значительно быстрее. Я никакого смысла не вижу вот в этой производительности, потому что те тесты, которые я вам называл, 57 FPS и баллы по, соответственно, GeekBank с тесту, то они были все в сбалансированном режиме. Ребят, вот это все сбалансированные. Ради интереса я поставил высокую производительность и я увидел 56,8 и 57. Разницы я не почувствовал. Не понимаю, зачем он нужен. Может быть, для каких-то игрушек, не знаю, супер-супер, которые появятся новые. Но поверьте, производительности этого телефона, по идее, должно хватить с лихой, чтобы просто порвать как тузик грелку любую современную игрушку. По идее, опять же, все-таки процессор удачный. Mediatek там аплодирую стоя, как говорится, за Helio X10. При том, здесь не T, а здесь M, то есть 2 ГГц. Но этого тоже очень даже достаточно. И не смотрите, что здесь 2 ГГц оперативки. 2, 3. Разницы большой нет. Мне, честно говоря, как-то параллельно. 2 или 3 ГБ в моем телефоне. По характеристикам, получается, я вам все рассказал. По внешнему виду. Я так вам и не показал, хотя это дело обычно в начале обзора. Сверху у смартфона, собственно, разъем для наушников. 3,5 мм. Качество звука довольно-таки неплохое. Нормальное, но не могу назвать его каким-то выдающимся. Как и говорил уже, то есть окантовка металлическая, кнопки металлические. Это все приятный пластик. Еще раз отмечу, смартфон очень удобно, очень хорошо лежит в руке. Прямо китайцам зачет. Камеры, как и рассказывал, кнопка включения-выключения, кнопки громкости, лоточек. Могу немножко попридираться. Лоточек чуть-чуть-чуть-чуть вот здесь выступает. Так быть не должно. Даже как-то неожиданно. Хоть и телефон недорогой. Потому что все остальное на очень высоком уровне. 2,5D стекло. Качество сборки. Ничего. Но от лоточек немножечко портит впечатление. Единственное, возможно, ребят, это особенность только этого аппарата. И кто-то на нее внимания не обратит. Но я обращаю, рассказываю, потому что привык, что китайские телефоны, они ничем не уступают по качеству. Многие китайские телефоны по качеству тем же самым апбрендам. Иногда и превосходят их, если брать середнички. Уже это реальность, ребят, дожили до такого. Ладно, не буду отвлекаться. В остальном все очень понравилось, очень хорошо. Динамик. Динамик 1 на боку. Разъем для подключения компьютера microUSB. И, собственно, микрофон. По качеству разговоров, конечно, никаких претензий нет. То есть, меня собеседник слышит, я собеседника слышу совершенно без проблем. Сканер. Сканер работает очень быстро. Практически мгновенно разблокирует телефон. И прям вот 100 из 100 случаев. С любого стороны. То есть, подносим палец. И всегда разблокирует очень быстро. Ошибок нет. Сканер, конечно, тоже работает великолепно. Молодцы. Показывал уже. На всякий случай еще покажу управление. То есть, список последних приложений. Вот. Еще тоже, мне кажется, немножко получше получилось, чем на Android. Как-то все такое красивое, приятное. Все прям очень, ребят, нравится. И это тоже показывал. То есть, кнопка назад. Нажимаем на нее сенсор. И нажимаем, если на нее, то это выход в меню. По самому меню. Тут, на самом деле, ничего необычного у нас нет. То есть, настройки. Если мы зайдем в дисплей. Настройка цветовой температуры присутствует. Все очень сильно. Как будто это и есть Android. Еще раз скажу, что можно поставить сюда русский язык при желании. Но я не стал это делать. Реально говорю, чтобы вы просто понимали всю ответственность. Что телефон изначально поставляется вот с такими языками. Без русского языка. Хотите поставить, сделайте это без проблем. Батарея, как и показывал, режим производительности можно выбрать. И если еще раз посмотрим о телефоне. Наверное, все. Больше такого чего-то необычного в этой модели я назвать не могу. Каких-то прям супер фишечек я здесь не нашел. Еще раз, такие некие итоги. В общем-то, для вас разницы практически не будет. Те, кто привык пользоваться Android. Потому что все то же самое. Единственное, вручную нужно будет добавить музыку. И вручную он не увидел с MX Player, например, файлы. Можно было делать через диспетчер файлов. Диспетчер приложений. Благо, он здесь есть. Ладно, тогда, получается, делаем максимум яркости. И потестируем, ребят, тогда для вас я сначала потестирую видео. И после этого запущу игру. Потому что я реально вам сказал, что он работает, прям вот рвет игрушки. И я нисколько не преувеличиваю. Так, смотрим тогда видео. Давайте посмотрим. Динамику вам продемонстрирую. Да, открыть через MX Player. Динамик громкий. Вот он. Но не закрывайте его рукой. Не очень место, конечно. Немножко специфично работает здесь MX Player. Динамик зато громкий. Я потише сделал, чтобы не орало так. И тогда запускаю игру и подвожу итоги. Игру я запускаю для вас, которая называется Nova 3. Автоматическая яркость, ребята, она в настройках, разумеется, есть. Автоматическая яркость экрана. Все работает корректно. Запускаем игрушку, которая называется Nova 3. В играх, кстати, в тех, которых есть, можно выбрать русский язык. И так забавно, когда заходим на русские сайты, нам предлагают перевести с русского на английский. Потому что интерфейс языка у нас на английском языке. В целом, аппарат мне понравился. Без всяких «если», без всяких кавычек. Аппарат классный. Я, с своей стороны, постараюсь уделять больше внимания аппаратам от компании Meizu. Потому что очень качественные аппараты. Я думаю, компания должна расти, будет расти. Потому что за эти деньги, я вам показал, он стоит сколько? 180 долларов, получить топовый, ну, конечно, топовый среди. Ну, Mediatek все-таки я, наверное, буду называть топовым. Смотрите сами, ребят. Чувствую, что у вас, вы в консоль какую-то играете, в какое-то дорогое устройство. Потому что, ну, тормозов нет. Видите, взрывы, все. То есть, вы бегаете, вы наслаждаетесь игрушкой. Там, или гонки включите, любую. Производительность высокая. И неважно, что здесь только 2 гигабайта оперативки. Этого хватает с лихвой. Смотрите, показываю. Все. Видите, тормозов нет. 57 фпс, честно, свои отрабатывает. И ощущение, вот, именно, что ты, ну, у тебя флагман просто, вот, реально. Но, ну, в 3-4 раза дешевле, чем другой телефон. А бренды так называемые. Все очень классно. Тут, конечно, заслуга не только Meizu, а, конечно, я еще расскажу, стоя аплодирую MediaTek. Они создали шедевр. Даже M, даже версия вот этого Helio X10, даже M-ка работает вообще молодцы. Что касается Meizu, плюсы и минусы этого. Что понравилось? Понравился внешний вид эргономика. Большой телефон, но в руке лежит очень хорошо. Удобно пользоваться, удобно смотреть на нем фильмы, играть в игры, сидеть в интернете, в WhatsApp, все что угодно. Все работает качественно и хорошо. В этом зачет. То, что здесь не металл, не знаю, мне нисколько, мне нормально. Вот металл здесь, и этого достаточно, на мой взгляд. В плюсы, конечно же, я отнесу очень качественный экран. Я вам еще картинки даже не показал. Но давайте автояркость отключу. Все-таки пока рассказываю. Еще посмотрим разные картинки, примеры картинок. Смотрите. Запас по яркости тут очень большой и даже больше, чем необходимо. Потому что, видите, засветка даже идет. Экран классный. Углы обзора со всех сторон, конечно, ребят, будут хорошими. Что тут сказать. Крутить можно эти картинки в разные стороны. Экран классный, молодцы. Качество звука. Ну, в наушниках я уже говорил, не эталонные, но достаточно добротные. В принципе, ну и, конечно, высокая производительность на Helio X10. Это класс, ребят. Это просто класс. За эти деньги вы покупаете аппарат с флагманской начинкой, по большому счету. Еще раз скажу. Не ведитесь вы на эти 3-4 гигабайта. Да хватит вам 2 гига. Реально хватит. Я так считаю. Минусы. Камеры подрастроили. Еще раз скажу, что я постарался выжать как можно лучшие снимки, но я не смог убрать просто шумы. Здесь нет никакой пленки, разумеется. И фронталка тоже не смог добиться. Я фотографирую очень много. У меня где-то под сотню фотографий, как минимум. Потом я долго-долго выбираю наилучшие кадры. И если вы смотрите примеры фото, они вам не нравятся, не из-за того, что у меня руки кривые, а из-за того, что я просто на этот аппарат не смог сделать хорошие фотографии. Вот и все. Я выбираю точнее несколько усредненных фотографий и несколько максимально хороших. Так что смотрите сами. Ладно, ребят. Тогда еще раз я говорю. Магазин, откуда приехал телефон everbind.net. Ссылка на него под этим видео. Примеры фотографий и видео с этого смартфона. И еще один интересный текстовый обзор. Ссылка под этим видео. Впереди много интересного. Я в прошлом, позапрошлом выпуске объявлял, что будет огромное количество китайских телефонов. Еще там 4 или 5 штук. Но я был на презентации Motorola в России. Lenovo это уже... Motorola больше не будет. Скоро она будет называться просто Moto. После этого будет Lenovo Moto или Moto Lenovo. Это официальная информация от Motorola. Это Moto X Play. Будет тест в ближайшее время. И LG K10 LTE. Ладно, ребят. Я как всегда желаю. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем. Давид. И, наверное, вопрос будет самый популярный. Все-таки купить, не купить. Честно скажу. Наверное, все-таки... Не честно, а как есть. Наверное, все-таки купить. Если не пугает этот английский язык, ну, можно поставить русский. Возможно, неточности будут в переводе, но и фиксы. Но в целом ощущения очень хорошие. Вы не почувствуете, что вы на другой планете после андроида, например. Практически никакой разницы нет. Ладно, постарался как более подробно рассказать, но и не слишком затянуто. Если нравится обзор, ставьте лайк. Подписывайтесь обязательно на мой канал. Впереди много интересного. И будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. Счастливо!